Здравствуйте, я беседую с экономистом австрийской школы Алексеем Петровичем Терещуком, и он хотел поговорить сегодня о стабильности. Вообще стабильность, я так от себя съерничаю, бывает всякое. Бывает так вот, когда говорят, значит, медицинское заключение, там стабильное состояние, или там стабильно плохое. Вот так бывает, стабильно плохое. Вот такая вот стабильность, вот у нас ведь тоже была в советское время стабильность в экономике, но по многим параметрам экономика, скажем так, не дотягивала до понятия хорошая экономика. Производство товаров потребительских у нас было очень плохо организовано. Стабильно плохо, и стабильно плохо шло снабжение предприятий, заказывать надо было аппаратуру за несколько лет, угадать, чего тебе потребуется. Прогресс таким образом не шел. Ну, я вот все болтаю и болтаю, а я жду, что меня Терещук перебьет, а он меня не перебивает. Тут, собственно говоря, добавлять особо нечего, потому что, если мы говорим о стабильности в общем, то у нас действительно, вот многие пугают часто, как страшно жить, не дай вам Бог, жить в эпоху перемен. Так, а может быть, в эпоху стабильности еще хуже, потому что стабильность в отличие от перемен, это для ряда случаев безнадежность. То есть, когда люди уже перестают верить в будущее, что что-то изменится к лучшему и так далее. Потому что, чтобы измениться к лучшему, нужны перемены, а не стабильность. Ну, в эпоху плохой стабильности можно все спрогнозировать, надо закупить крупы, надо купить спичек, соли, да, вот, и вот тебе, значит, ты компенсировал вот это вот недостатки. Стабильно плохо, стабильно плохо. Да, это, кстати, интересный момент, к которому я хотел как раз подвести. То, что обычно стабильности приписывают прогнозируемость. То есть, благодаря стабильности мы можем планировать будущее, потому что, если все стабильно, то это предсказуемо в первую очередь. То есть, это действительно плюс стабильности. И именно поэтому многие экономисты Запада, они считают, что стабильность, макроэкономическая стабильность является маяком тем, куда нужно стремиться. Якобы достижение этого состояния улучшает экономическое состояние системы. Но, честно говоря, это не совсем так. Точнее, те меры, которые принимаются государственным регулятором, финансовым регулятором, они как раз-таки провоцируют нарушение вот этой хорошей стабильности. Мы сейчас об этом поговорим, каким это образом происходит. Дело в том, что мы с вами как-то говорили про то, что существует изменение уровней цен, но оно не происходит в виде изменения какой-то одной цены. У нас существует облако цен различных товаров и услуг, которые динамично меняются по отношению друг к другу. И когда мы говорим инфляция-дефляция, то мы подразумеваем некий агрегированный показатель какого-то довольно узкого набора товаров. Но, тем не менее, самым важным является тот факт, что у нас существует перманентная динамическая комплексная сложность, когда одна группа товаров меняется по отношению к другим товарам постоянно. То есть у нас нет стабильного состояния какого-то статического соотношения цен товаров. Оно у нас постоянно динамично. Но некоторые считают, в частности монетаристы в 20 веке, они пришли к такому выводу, что нужно стремиться к созданию стабильного уровня цен, вот этого общего уровня цен, для того, чтобы у нас экономика была такой вот предсказуемой. И они, например, предложили регулировать объем денежной массы в экономике, которая соответствует объему валу во внутреннего продукта в экономике. Например, если у нас экономика выросла на 5%, значит нам нужно количество денег увеличить на 5%. Таким образом у нас будет цена помидор или там, я не знаю, табуреток на одном уровне все время. Такая вот у них была логика. Ну, поскольку считалось ими, что эти два состояния изменения дефляции и инфляции являются пагубными для экономических агентов. Таким образом, эти вот монетаристы, их школа предполагала вести антициклическую денежную политику финансовой власти. Чем, собственно, государство и в некоторой мере занималось. Но, собственно говоря, проблема в том, что именно вот эта антициклическая политика, она как раз создает больше предпосылок для нестабильности, чем восстанавливает стабильность. Каким образом это происходит? Дело в том, что когда у нас в реальной экономике, открытой экономике, меняются цены товаров друг относительно друга, у нас поступает информация рынку о том, как изменились пропорции соотношений групп товаров по отношению друг к другу. И эта информация является очень важной. Я бы даже сказал, критически важной. Эта информация позволяет лучше планировать дефицит товаров, либо их какой-то переизбыток, который позволяет более лучшим образом располагать факторы производства. То есть, грубо говоря, если у нас в этом году нефть подорожала, значит, нам выгодно именно в этом году заниматься строительством какими-нибудь альтернативных источников энергии. Потому что доходность этих компаний у нас увеличилась. Поэтому у нас в такие годы, когда у нас дорогая нефть, у нас происходит в основном интенсивный рост компаний, которые занимаются альтернативными источниками. И наоборот, когда у нас нефть падает, у нас эти компании будут стагнировать, то есть они не будут расширять свое производство, потому что рентабельность снизилась этих компаний, а нефти очень много, и получается, что нет смысла тратить человеческие ресурсы на то, что не актуально сейчас. То есть в этом отношении экономика является очень такой высокоадаптивной системой. И действительно, зачем нам ведь драгоценную человеческую жизнь, трудочасы на то, чтобы заместить нефть, которая дешевая, которая кругом завались. Мы просто оцениваем человеческую жизнь ниже нефти, получается, время человеческой жизни. То есть в этом отношении экономика рыночная, она очень высокоадаптивная система. Но при этом, конечно, мы можем наблюдать какую-то нестабильность цен, изменений цены вот этих факторов производства, изменений цен нефти и так далее. Вот с этим монетарная власть, в общем-то, и борется. Они хотят делать так, чтобы, если у нас какие-то цены возрастают, они извлекают денежную массу с рынка, и таким образом у нас номинальные значения цен остаются на одном уровне. И это создает ложное восприятие для людей. Люди начинают думать, что у нас ничего не изменилось на этом рынке, поэтому нам нет смысла инвестировать сейчас в эти технологии. И только предприниматели на местах знают, что изменилась цена факторов производства и вот этих вот конечных товаров. И поэтому мы можем сокращать либо увеличивать производство. Но в любом случае эту информацию при такой политике финансовой, когда мы стабилизируем цены, ее определить гораздо сложнее, потому что государство имеет сильную экономическую власть, влияет на вот эти показатели, изменением объема денежной массы. И таким образом она скрывает важную информацию об изменении соотношений цен. То есть получается, что важная информация о том, что на рынке полезно, а что не полезно, она ретушируется в пользу стабильности. К чему это приводит? Это приводит к тому, что австрийцы называют ошибочными инвестициями. Когда начинаются в экономику вкладываться ресурсы, в большем объеме те инвестиции, которые в итоге не окупятся. То есть люди потратят просто ресурс, и вы получите нерентабельное предприятие в итоге. И таким образом будет непонятно, зачем мы в это вкладывались, и как так получилось. Ну и в конечном итоге мы приедем к тому, что так получилось из-за того, что у нас государство сильно влияло на денежные финансы, вот эту политику внутри своей страны. Из-за этого мы повелись на какие-то ложные показатели. У нас по бухгалтериям номинальные значения, например, показывали прибыль, а реальные значения, которые обычный бухгалтер, на обычном предприятии, не знают. То есть реальное значение, например, инфляцию экономики. У нас ни одно предприятие не индексирует саму инфляцию в стране по всем отраслям. Он в лучшем случае использует показатели индексов вот этих вот открытых источников, вроде там Центрального банка и так далее. А обычно вообще не использует, потому что когда предприятие берет кредиты у банков, оно обычно берет кредиты без плавающей ставки по отношению к инфляции. Но сейчас они пытаются внедрять систему с плавающей ставкой, но, честно говоря, это тоже не облегчает жизнь предприятиям, потому что предприятиям было бы лучше не брать кредит с плавающей ставкой, а просто рефинансироваться, если предприятию это необходимо. В том объеме, в котором предприятие считает это важно, потому что показатели предприятий различные, а индексация происходит по некому среднему уровню. И что такое средний уровень? Средний уровень означает, что половина предприятий у вас будет удовлетворена такой индексацией, а половина останется в пролете, потому что их такая индексация нанесет им ущерб, ведет их, скажем так, показатели финансовые вниз. Гораздо лучше, когда у нас предприятие индивидуально рефинансируется, каждая на своих условиях. Кому надо больше денег, тот рефинансирует по более длинным срокам платежей. В этом отношении, опять же, индивидуальный подход лучше. Тем не менее, вот эти попытки стабилизировать вот эти номинальные показатели, они в итоге приводят к увеличению ошибочных инвестиций. А ошибочные инвестиции, если их много в экономике, как мы знаем, по крайней мере, я об этом рассказывал когда-то, они ведут к экономическому кризису, потому что у вас растут какие-то показатели, если у вас расход в экономике превышает доход, у вас наступает момент, когда у вас показатели разворачиваются и идут вниз. То есть потребители на рынке, они так или иначе узнают информацию о том, что у вас все плохо, и таким образом начинается происходить спад. Спад происходит ровно до того момента, пока у нас доля ошибочных инвестиций в экономике не уменьшится до достаточно небольшого значения. Тогда снова начинается бум, ну, разворот этот. Так вот, если вы делаете такую политику за стабильность, нарушая вот эти вот показатели индексные, реальные, ну, реальные, точнее, таким образом вы провоцируете больший объем создания вот этих ошибочных инвестиций, и таким образом вы провоцируете гораздо больше вот этого цикличность, когда у нас более интенсивно, с одной стороны, начинается экономический рост, потому что больше инвестиций происходит. С другой стороны, больше предпосылок для кризиса, для следующего спада. Конечно, современные экономисты умудрились бороться и с этими спадами. Они заливают вот эти вот участки экономики деньгами через те или иные механизмы для того, чтобы у нас спад не был номинальным, на самом деле. И это приводит тоже к следующему эффекту, к тому, что у нас наступает рецессия или застой, когда у нас реальные ресурсы в экономике расходуются по-прежнему в недопустимо большом объеме при реальном доходе, низком, либо нулевом фактически. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что покупательная способность населения не увеличивается, либо даже уменьшается. В Америке даже есть уже некоторые исследования по поводу того, что за последние 15-20 лет американцы перестали богатеть. Они раньше все время богатели, богатели, богатели. То есть могли позволить себе все больше и больше благ. А сейчас, в последние годы, рост покупательной способности остановился и чуть ли не развернулся. Но при этом в экономике нет такого кризиса по учебникам экономики. Хотя фактически то, что люди не богатеют или становятся беднее, это фактически кризис. Потому что люди не ощущают то, что они улучшают свой уровень жизни. А у них наступает такое непонятное состояние стабильности, либо даже ухудшение. То есть в этом отношении непонятно, ради чего тогда вы эту стабильность сохраняете. Ради того, чтобы забрать у людей какие-то возможности в будущем. Чтобы они перестали там улучшать свое состояние. То есть нет никакого смысла в стремлении к вот этой вот стабильности. Ну, я, наверное, много сейчас монотонно понарассказывал. Сделаем, может, перерыв. Ты спросите что-нибудь или скажете? Сказать-то я, конечно, скажу. Что, в общем-то говоря, как-то вы не воспевали нестабильность-то особенно. В принципе, вы говорите, что там вот в капиталистической экономике, которой свойственны были раньше кризисы. Эти кризисы, в общем-то говоря, ликвидировали с помощью вот этой вот денежной политики. Потому что теперь денежную политику легко вести. Раньше это ведь нужно было золотое обеспечение или обеспечение. А сейчас чего? Напечатал денег. Даже запечатать не надо, в общем-то говоря. Мы же теперь, так сказать, непечатными деньгами-то пользуемся, а с карточкой переводим. То есть залить экономику, вон, вы говорите, залить нужное место деньгами. Это такая вот вещь, такой вот разряд экономики. И, в общем-то говоря, пошло это дальше. Теперь ведь, ну, раньше золото алхимики пытались сделать, кстати, безуспешно. А вот теперь можно делать деньги, которые ничем не обеспечены, относительно успешно. Это называется, так сказать, криптовалюта, да? Криптовалюта, криптокошельки. Тут вот недавно случилась неприятность. Одна из криптовалютных бирж тут вдруг там оказалось что-то там у ней не то. Не то с отчетностью, не то с обеспечением вот ее ликвидности. И тут все вспомнили, что, оказывается, в таких вот криптовалютных бирж всего там штуки 4, что ли, да, по белу свету, которые, значит, обеспечивают стабильность этой криптовалюты. А ведь стабильность бумажных денег, ну, то есть, как правильно говорить, фиатных денег, их обеспечивает огромное количество центральных банков. И Федеральная резервная система, Европейская центральная банка, и Банк Китая, и Банк Англии, да, которые выпускают эту валюту, да. Ну, и ЕЦБ, это объединение кучи центральных банков по всей, значит, Великой Европе. Да, там были очень мощные и французские, и немецкие, ну, и итальянские, и испанские тоже были не... Вот, то есть, ну, понимаете как, а тут всего 4 их, понимаете как, и все. Вот как-то это не очень здорово получилось. Вот тут вот какая-то... Видимо, это что-то типа излишне стабильно, когда вот у нас в России только в советское время обращался только один советский бумажный рубль, у нас был на руках. Правда, на самом деле, денежное обращение было гораздо сложнее. Это то, что касалось наших денег, которые были в кармане или на сберкнижке. Вот, а там еще Центробанк регулировал, не Центробанк, там был Госбанк назывался, регулировал денежное обращение, где каждые деньги были для своего дела предназначены, да, их нельзя было на другое потратить. Были деньги на научные исследования, например, да, или на капитальное строительство, или на жилищное строительство. Их вот ни на что другое нельзя было потратить. Там были деньги на покупку железобетона. Это все уравновешивало, уравновешивало систему производства, да. То есть, вот, у вас по плану должны произвести столько-то железобетона, а в стране вот столько денег, предназначенных для покупки железобетона есть, да. И все, все нормально. Эти деньги всегда будут отовариваны. Но, правда, тик в тик, не вовремя, потому что там не вовремя мы выполнили план. Ну, это были свои минусы. Но задумано было именно так. Вот такая была система-то. И, кстати, эта система, она не очень была популярна, известна среди, так сказать, широкой публики. Даже творец реформ Михаил Сергеевич Горбачев, по всей видимости, в ней не разбирался. Потому что, когда завели у нас кооперацию, кооперативы, ведь кооперативы, вот он производит строительные работы, или там производит железобетон, да, к примеру, бетонные изделия, ну, блоки бетонные, и продает предприятие. А предприятие ему платят теми самыми железобетонными деньгами. А кооператив-то эти деньги превращает в обычные, которые у нас на сберкнижке лежат или в кармане. Карманы отдуваются. Ну, и тем самым он вот это вот все, все вот эти разные деньги, они сыпались в одну вот эту вот, в одну емкость, да, вы понимаете, его перенасытили. И это привело, в конце концов, ко всем этим павловским реформам, да. Ну, павловская реформа была откровенной глупость, конечно. Всем сразу скажем так. Это просто реформа, которая подорвала доверие к рублю. На самом деле ведь все, что было на руках, поменяли. Не было такого. Ну, не поменяли только то, что было за границей. Оказывается, из-за границы люди собирали деньги в наших 50 и 100 рублях. Вот на тот момент оказалось. Вот эти деньги, да, отрезали. Ну, и что? Чему тут радоваться-то? Зато все люди из Беркас потащили деньги. Отоварить, отоварить сразу. Деньги получаешь сразу в магазин. И там в Беркасах стали выдавать по 500 рублей. В паспорт штамп ставили в месяц, больше не получишь. Получил 500 рублей, все, вали. А у людей-то были сбережения, там тысячи. Были тысячи. Вот, люди копили. Ну, копили и причем не могли потратить. На машину копили, на квартиру копили. Вот он скопил, а очередь не подошла, не объяснил, что ему нужна квартира. Это было страшное дело, на самом деле, тогда. Тогда вот это было такое дело. Но это все было связано с тем, что как раз это было регулирование. Вот это вот. Потому что сколько квартир произвели, а покупает частник эту квартиру. Ну, имеется в виду кооперативный. Вот, скажем, трехкомнатный кооперативный стоил 10 тысяч рублей. Ну, это когда-то, в те времена. Но купить ее было невозможно. Надо было ходить по всем этим комиссиям, там, где сидит, значит, паспортный стол представителя райкома, горкома. Ну, кто ж там, так сказать, горкома, скажем, да, у нас город. Вот, и там же сидит, значит, кто, значит, юрист вот местный, как это называется-то, нотариус, да, вот такая вот тройная комиссия, тройка, тройка. Вот, ну, и вот тройка решает, а у вас мало населения, у вас маленькая семья, у вас, а что вы сдадите, да, вот, а что вы сдадите. То есть, человек покупает квартиру, а что ты сдашь? Я покупаю трехкомнатную кооперативную, так, а сдаю двухкомнатную. Ага, ну что ж, нормально, ты заплатил деньги за трехкомнатную квартиру, а у них распоряжение двухкомнатное. Они могут ее кому-нибудь дать. Ну, я не говорю, что ему дадут там и деньги за это получат. Вот, это никак не просматривалось. Ну, без этого, ну, все равно могут, уже поступает резерв. Там есть очередники, какие-нибудь там с кучей детей. Ну, вот это такая была вот система. То есть, вот это вот, ну, я не знаю, я начал с того, что стал говорить, что наряду с фиатными деньгами изобрели еще и криптовалюту. Давайте вот на этом остановимся, это более актуально. Тот мое старое брюзжание по поводу того, что не так себя вела советская власть, когда делала реформу, да? Надо было по-другому, это всегдашняя моя любимая тема. Но это дело прошлое, и что случилось, то случилось. А все-таки, как вот быть с этой вот криптовалютой? Ведь это, в принципе говоря, такие же фиатные деньги, вообще-то говоря, становятся. Давайте я тогда полминуты еще про ту эпоху вашу. Про нашу. Тоже такой важный момент, очень связанный с жильем и рублями этими. Но все-таки, все-таки основная причина обесценивания рубля, она возникла раньше. Она возникла еще прибрежнее, когда объем эмиссии денежной массы не соответствовал выпуску. Потому что рубли печатать начали очень много, еще задолго до Горбачева. Это произошло фактически во времена Брежнева. Ну, начали нарушать и нарушать постоянно. Да, денежный навес в сберкассах образовался, да. Большой был денежный навес. На каждого человека там несколько тысяч приходилось, а товарить их было нечем. И реальная инфляция, она фактически происходила на вот этих вот колхозных рынках в виде изменения цен вот этой вот колхозной продукции. Потому что колхозники, они видели, сколько стоит рубль на самом деле и поднимали вот этот вот план. И еще один момент, связанный с Павловской реформой, это действительно плохая реформа. Не в том смысле, что цель реформы какая-то аморальная, а в том смысле, что она плохая с точки зрения решения метода. Потому что, например, даже в 19 веке на Западе банкам коммерческим доходило, что не надо так делать, нужно просто замораживать вклады до лучших времен и все. То есть во время кризисов часто американские банки практиковали заморозку вкладов на несколько лет. И все. То есть в этом отношении не нужно было их уничтожать, эти вклады. Когда кризис устихомиривался, банкеры размораживали вклады, даже после обесценивания денег каких-то. И, в общем-то, все нормально устаканивалось. А по поводу криптовалюты, на самом деле, это тоже небольшая тут, скажем так, ошибка. Я сейчас докажу, почему не совсем все так. Ну, во-первых, когда мы говорим про крупные биржи, про вот эти четыре биржи, конечно, речь идет именно о крупных биржах. Бирж, на самом деле, гораздо больше. Просто вот это вот основные. Они реально занимают гигантскую долю рынка. И от них многое действительно зависит. Но, но, вообще-то, в реальном мире тоже так, с фиатными деньгами. В реальном мире у нас есть гегемония первых бирж и первых валют. Подавляющая гегемония. Просто они занимают огромную долю рынка. Если говорить по именно валютному рынку, то там доллар с евро занимают более 80%. Там дальше идет британский фунт, швейцарский, фунт швейцарский, этот франк, иена японская. Вот они занимают почти весь рынок. А даже юань китайский занимает там несколько процентов. Потому что мало доверия к юаню на валютных рынках мировых. Так вот, у нас такая же ситуация с криптовалютами. Но, тем не менее, как вы правильно сказали, стабильности в фиатной системе больше. Почему так происходит? На самом деле, как-то раз мы об этом говорили, почему так происходит. Дело в том, что у нас волатильность валют очень сильно зависит от объема транзакций. Я имею в виду объем не номинальный объем, а я имею в виду количество транзакций. То есть, когда у нас количество людей, которые обмениваются данными деньгами, меняется. Например, когда отменяли золотой стандарт, выводили золото из обращения повсеместно, то волатильность цены золота увеличивалась, амплитуда росла. Потому что золото становилось узким таким товаром для узкой группы людей, спекулянтов в основном, конечно. И это вело к волатильности золота. Когда же золото было повсеместно, везде торговалось, то у нас цена по золоту была довольно стабильной. То есть, у нас не было таких скачков безумных. Это легко проверяется на любой статистике. Можете посмотреть 19 век цены на золото, и вторая половина 20 века там просто вот так. Вот это вот кардиограмма скачет. Не, ну в 19 веке просто обращение было золотое. И вот он доллар. За ним столько-то стоит золота. Рубль, фунт стерлингов. По-моему, тогда была самая стабильная валюта. Ну, то есть, золотом торговали все. Не только там узкая группа лиц, спекулянтов на какой-то там бирже. А почти все. То есть, в каждом городе кто-то там золотую монету туда-сюда менял с кем-то. Да, да, пошел заплатить даже бумажкой. А бумажка обеспечена золотом. В банке эту бумажку можно поменять на металл. И на самом деле аналогичная ситуация с криптовалютами. Объем транзакций с криптовалютами несоизмеримо меньше, чем объем транзакций с фиатными валютами. Несоизмеримо просто. Потому что обычные деньги – это вот в каждом магазине мы приходим, люди постоянно меняют, меняют там товары, деньги, товары. А криптовалюта пока что остается уделом узкой группы лиц. Может быть, какой-то части тех фрилансеров, которые работают удаленно. Международные переводы какие-то там, те, кто хочет их скрывать, в общем-то. Там черные рынки какие-то. Рассказывали, Светов рассказывал, что в Японии, там, значит, в магазине можно платить криптовалюты. Ну и в Европе тоже хватает таких мест. Но это все равно, это несоизмеримо меньше с обращением фиатных систем. Поэтому, естественно, фиатные деньги, они будут меньше волатильны, чем криптовалюты. То есть это закономерно. Для того, чтобы у нас криптовалюты перестали вот так вот скакать, нам нужно, чтобы все торговали криптовалютами. В принципе, на сегодняшний день уже технологии позволяют криптовалютами таким образом пользоваться. То есть у нас есть довольно быстрые криптовалюты, которые по скорости не уступают, практически не уступают этим вот карточкам. И технически это возможно на аппаратах сканировать все это дело и проводить транзакции. Но, как обычно, мы сталкиваемся с государственным регулятором, который создает препятствия для того, чтобы люди использовали вот это все дело. И даже вот в этих всех местах, где-то есть, в Европе, в Японии, как вы говорите, там это все в рамках такой вот игрушки, фетиша. Там это еще не распространено в достаточной мере. То есть люди, обычные потребители, они еще не поняли выгоду использования именно криптовалют. Вот как заставить в Японии японца использовать криптовалюту в этом магазине, а не обычную карточку? Надо, чтобы он имел больше выгод от использования криптовалюты. Например, получал больше кэшбэка или больше скидку, что-то в этом роде. И тогда он поймет, что ага, зачем мне эта карточка, у меня перерасход по ней 10%, например. Я лучше буду использовать крипту. Тогда он будет переходить действительно на крипту. А если цена одинаковая, зачем ему дурить себе голову, какие-то там новые технологии изучать, когда карточка для него обычная, то же самое дело. То есть для него нет никакого смысла переходить на новый телефон. Когда говорят о том, что вот криптовалюта освобождает вас от каких-то там издержек, то она же не всех освобождает от каких-то издержек. Большинство людей, обычные наемники, получают обычную зарплату, платят работодатель с их зарплатой подоходный налог, и он эту зарплату до копейки тратит в любом магазине с помощью обычной карты. То есть для него не очевидно, что ваша криптовалюта как-то его улучшает жизнь. Вообще не очевидно. Поэтому он никогда не перейдет на криптовалюту просто так. Должны быть выгоды. Вот в Европе некоторое время назад, сейчас я не знаю ситуацию, но лет пять назад была ситуация, когда некоторые предприниматели продавали товары дешевле с криптовалютой, чем по обычной карточке или обычным деньгам. Вот это был как раз-таки предпосылкой для перехода на криптовалюту. Но, естественно, государство нет. Но это было в то время, когда криптовалюта быстро росла в цене. Что-что? Это было в то время, когда криптовалюта быстро и стабильно росла в цене. Не совсем из-за этого. Дело в том, что тогда не было законов о регулировании обращения криптовалют, и предприниматели могли не платить подоходный налог с криптовалютой и НДС. То есть криптовалюта не считалась деньгами. Вы просто меняли какой-то товар на товар. Вот я лично такой случай знаю. Это один чешский предприниматель, который занимался керамикой. Он покупал сырье криптовалютой. Таким образом, не происходило никаких документальных фиксаций сделки с накладными и так далее. Не платился налог фактически. Потому что для государства что произошло? Некое лицо просто отвезло сырье этому лицу, а то лицо не заплатило ему деньги. То есть не произошло сделки, с которой нужно брать налоги. И, соответственно, сам предприниматель, продавая, скажем так, вот эти вот изделия свои керамические, если покупали за криптовалюту, то снималась вот эта вот налоговая надбавка, и он таким образом привлекал клиентов. То есть продавал дешевле товар по рынку. Вот это большое преимущество, очень большое. Технически оно действительно дает преимущество. То есть можно использовать криптовалюту, чтобы нельзя было отследить, что там были за сделки, и таким образом обойти обязательные налоговые оплаты. Но, как я сказал, регулятор, он пытается предотвратить это, заставляет сейчас оплачивать вот эти все налоги с криптовалюты. И если он не может следить за криптовалютой, он начинает следить за товарами. То есть он смотрит, что вы продали 10 бутылок молока в магазине, ну, значит, с вас налог. А то, что вы там чем платили, ну, мы уже это не проследим, но зато мы посчитаем ваши бутылки молока. Поэтому просто так не получится всем улизнуть с помощью криптовалюты от государства, и поэтому нет преимуществ таких вот явных. Ну, опять же, я объяснил сейчас, почему у нас криптовалюты будут более волатильны фиатной системой. И, конечно же, из-за этого менее стабильны. То есть люди будут считать, что это нестабильные активы. И это действительно так. С другой стороны, они позволяют также быть, ну, скажем так, вот эти вот риски волатильности, они могут компенсировать риски, связанные с использованием стабильных фиатных денег. Потому что стабильные фиатные деньги стабильно обесцениваются. И, конечно, если я на какой-то этап, когда криптовалюта падает, выхожу в стабильные деньги, для меня это выгодно. Но когда криптовалюта разворачивается, идет вверх, то вот эта вот стабильность фиатных денег становится уже мне обременительной. Мне гораздо выгоднее в этот период перейти в криптовалюту, либо как минимум диверсифицироваться, то есть часть средств перевести в криптовалюту. И таким образом я не потеряю покупательную способность своих денег, а скорее ее приумножу. Поэтому в этом отношении, конечно, мы можем сказать, что стабильность, она делает людей более бедными, вот такая стабильность. И благодаря именно нестабильной криптовалюте мы можем это компенсировать и даже как-то обходить. А вот скажите, что в Чехии нет налог на добавленную стоимость? Я поясню. Вот вы рассказывали про чешского предпринимателя. Он, значит, по документам неизвестно, откуда бралось у него сырье, допустим, глина. Он, значит, делал из нее изделия и продавал за свои, там, значит, так сказать, чешские кроны уже, очевидно, да? Наличные или безналичные. А вот с них-то платить налог надо. Получается, он, значит, всю стоимость добавил сам. Так-то вот он купил, скажем, за 100 крон, значит, глину, на 100 крон глины в ней, там сколько-то процентов, значит, НДС, да? И он продает за 200 крон изделия. Вот. Он только со своих 100 крон платит НДС. А те 100 крон и будет защита. А так ему со всех 200 крон придется платить. НДС самому, между прочим. Ну, я уточню, что речь шла не только о том, что предприниматель покупал сырье за криптовалюту, но и продавал, конечно, изделия тоже за криптовалюту в том числе. А, то есть вообще выходил от налогообложения. Да, да, да. Он платил НДС только за те продажи, которые продавали за кроны. Он жил в виртуальном мире. Ну, опять же, не оброшел. В виртуальном валютном мире, да. В реальном мире люди платят кронами в основном. Поэтому, конечно, основные потребители его были за кроны. Но в том числе он предлагал сделку совершать и криптой. Ну, это, кстати, касается почти всех заведений, которые продают за криптовалюту. В основном они продают не только за криптовалюту, но и за обычный American Express. Так что в этом отношении предприниматели, они понятно, что ориентируются на потребителей. Вот если бы все потребители были его именно за крипту, тогда он бы отказался от этих кассовых аппаратов и жил бы припеваючи. Но нет. Так что платил он НДС, конечно же, за сделки с кронами. Платил-платил. Понятно. То есть соблюдал законы Чешской Республики. Вот объясните, пожалуйста. Там вот в Чехии, в той же самой, но, наверное, в Польше, есть так называемые арабские обменники. У них там самый хороший курс обмена валют. Ну, то есть вот приезжают там вот в Чехию или в Польшу люди там с долларами или с рублями, или с евро. И там же у вас злоты в Польше, а в Чехии кроны. Надо поменять их, да? И вот они меняют эти кроны и злоты по очень выгодному курсу. Все предпочитают эти самые, так называемые, арабские обменники. Они арабские или как по-другому называются, не знаю. В чем тут, так сказать, мулька-то? Зачем в этих арабских обменниках такой хороший курс? Почему? Я так предполагаю, что это связано, например, с персонажем фильма «Брейкен Бэт». Если вы помните, Волтер Уайт продавал свою продукцию в Чешскую Республику. И оттуда ему везли, значит, все это доллары с мешками. Так сказать, наличные доллары. Может быть, это с этим связано? То, что там неважно что. И покупатели, те, кто у них покупает за эти самые наличные доллары, они им платят очень хорошо кронами, может быть. Они не скупятся. Надо сказать, Волтер Уайт, у нас нужны доллары. Он там, вы помните, прятал в бочках, закапывал в пустыне. Вот, ему доллара нужна. Ну, здесь как бы есть два момента. Ну, во-первых, чтобы отвечать на такие вопросы, мы должны смотреть на структуру расходов предприятий. То есть, какая основная структура расходов у обменников, в принципе. Это две части расходов. это трудозатраты, то есть оплата именно вот этих вот зарплат всех охраны, вот этих вот секьюрити. Ну да, аренды помещения. Ну, аренды помещения, кстати, дешевле обычно, чем зарплата чешскому торговцу. Потому что там этот киоск маленький, это копейки. И вторая структура расходов, это, наверное, банковское обслуживание. То есть, у вас, как правило, обменники привязаны обычно к банкам, с которым они активно сотрудничают. То есть, завозят ему кэш, вывозят, там, меняют что-то и так далее. Это банковское обслуживание. Так вот, по идее, если у нас есть какой-то чудо-обменник дешевый, ну, как дешевый, просто с маленькой комиссией, маленькой разницей курса, то, скорее всего, он сильно сэкономил на этих расходах. Во-первых, у вас может быть какой-то не местный банк, а какой-то дешевый банк, который, например, вам там чуть ли не нулевые издержки какие-то создает. Вот там какой-нибудь банк Арабских Эмиратов, который вообще не берет оплату за то, что ты там прогоняешь его деньги, он только радуется тому, что ты прогоняешь деньги через его банк. Ему это выгодно, для него показатели растут. Европейские банки не более дорогие, конечно, для обслуживания. И второй момент, у вас могут быть сотрудники вот этих вот обменников, не какие-то там квалифицированные европейцы, а какие-нибудь мигранты, которые только язык выучили, и сидят, считают цифры на калькуляторе, да и все. И вот им обучили, как купюры это вот различать за 10 минут, ну там за неделю, может, и все. То есть в этом отношении расходы по трудозатратам гораздо-гораздо ниже. И это, кстати говоря, для Европы очень типично, потому что местному населению приходится гласить гораздо-гораздо больше. А с вот этими вот легальными мигрантами, они еще легальны. Ну, они уже легальны. С ними можно обходиться более дешево, потому что там они по многим показателям, ну, не будут такие требовательные и так далее. Взять, я не знаю, ту же Испанию. Ну, как ты заставишь испанскую молодежь работать в твоем кассовом обменнике за такие гроши? Ну, не пойдет он работать. Поэтому в Испании среди молодежи безработицы там до 50% чуть ли не доходят. Зачем ему работать, когда у него там пособие безумное? Трата просто времени. А легальный мигрант, он будет работать за эти деньги в том числе. Вот приедет какой-нибудь араб из Алжира или там Марокко, навраканец, сядет и будет обменивать ваши пиастры. В этом отношении это сильная экономия для обменников. Поэтому там они могут себе позволить вот этот маленький курс спред. А в банке, когда заходишь, вот в Польше, я сейчас по Польше рассуждаю, в Польше выгодные обменники – это контор, сеть обменников. И я удивился тому, что это не банк. То есть, может быть, есть банк, но я такого банка не видел. И, видимо, они работают именно, специализируются чисто на обменах. Поэтому у них такой маленький этот вот спред. А в банках, да, в банках разница гораздо больше. В банках уже сидят серьезные поляки с седыми волосами в очках. Конечно, ему придется платить все вот эти вот социальные выплаты. Поэтому ему придется там переплатить. А обменник – это именно так ударение ставить? Контор? Не кантор? В начале 90-х мне характеризмили как кантор. Кантор значит кантор. Нет, ну вы-то в Польше, а я-то тут сижу, у нас тут по-польску мало кто говорит. Ну, я тоже не говорю кантор, я просто говорю exchange, мне нужен обменник, и все. И мне показывают пальцем, где тут ближайший. Ну, я уже не спрашиваю ни у кого, я тут и так все знаю. Доляры, не доллары, а доляры. Могу уже экскурсии для русскоязычных по Варшаве делать. Русскоязычных много по Варшаве, да? Много, конечно, много. Украина, Беларусь, Россия, здесь многие обживаются. Ну, это хороший город по всем показателям. Я раньше, скажем так, его недооценивал, но сейчас я прям впечатлен. То есть, ну, здесь все как бы есть, и цены низкие. Могу, кстати, даже еще рассказать про одно приложение, раз уж вы в эфире. Интересно очень у поляков сделано. Приложение называется, сейчас, секунду, но... Too good to go. Я не знаю, как оно работает в других странах, я рассказываю, как оно работает в Польше. Смысл этого приложения в том, чтобы сократить углеродные выбросы. Чтобы их сократить, это такая вот у них метод продвижения, на самом деле. Чтобы их сократить, нужно предотвратить излишки выбросов лишней еды. А чтобы их предотвратить, давайте сделаем возможность магазинам распродавать свою еду, которая приближается к сроке годности по скидкам через приложение сразу боксами. Это касается магазинов, это касается кафетериев и так далее. И вот вы сидите в этом приложении, включаете, скажем так, радиус действия, например, один километр. И вам показывается в радиусе километра все-все-все распродажи еды боксами. Вы можете, грубо говоря, пойти в магазин, если вы нажмете «Купить» в какой-нибудь супермаркет, и буквально за 3-4 доллара, то есть за 150 рублей, 200 рублей, купить огромный пакет еды. Она еще не испортилась. Там, так сказать, разная еда, набор. Разная, разная. Там одну не кладут. Потому что, ну, это никто ядок не видит. Потому что одну-то изнуску зачем тебе одна-одна? Да. Кладут разную еду, и все. Вы получаете... Красота-то какая. Как жить-то хорошо. В этой ситуации никто не будет покупать нормальным образом. Все будут боксами брать. Ну, как говорят. Купил, съел, купил, съел. Я 100% уверен, что многие здесь так живут. 100%. Но, естественно, магазины, они не делают это массовым явлением. То есть там не с штабелями боксов. Это происходит так. Вот магазин выкладывает, например, 5 боксов за сегодня. Вот, например, недалеко от меня Ашан выложил 5 или 10 боксов. Их в течение часа скупают все. И все. И все. То есть приходит 10 человек, забирает 10 пакетов. Кто успел, тот и съел. А дистанционно, да? Дистанционно можно заплатить все равно. Ну, я же говорю, вот через положение. Ты делаешь покупку, потом приходишь туда, показываешь QR-код этот. И получите, распишитесь бокс. Ну, если кому-то там надо экономить, то это просто колоссальная экономика. Просто колоссальная. То есть реально можно 50 долларов в месяц на еду спокойно тратить. Это безумная экономия вообще. Так что, да, это хорошая система. И я согласен. Это действительно уменьшает выбросы СО2, если людей это беспокоит. Это уменьшает выбросы продовольствия на помойку, так вот скажем. Ну, да, да, да. То есть сокращает потребность в производстве продовольствия. Так что, если на помойку выбросили, то это же, значит, не съели. Ну, со всеми вытекающими, короче говоря. Ну, это хорошая, скажем так, практика, потому что она, например, исключает такое явление. Вот, как знаете, часто бывает такое, что вечером за магазинами собираются люди, скажем так, сомнительных внешностей, собирают эту еду. И это явление исчезло, потому что, ну, ничего не выбрасывает в итоге. И этим людям приходится пользоваться приложением «Ходить цивилизованно через парадный вход». Ну, да, и платить небольшие деньги еще все-таки. Ой, это вообще копейки. Я даже не воспринимаю. Не, ну, за вывоз мусора меньше платить, может, придется. Да, да, да. То есть одни, одна польза большая. То есть в этом отношении разработчики молодцы. И предприятию, предприятию-то выгоднее вообще-то, потому что выброс, а тут хоть какие-то, но копейки они получают. Тут вообще можно без вывоза мусора обойтись. Только упаковку-то ее ведь сдают на переработку, там прессуют. Вот в том заставить. Нет, так упаковка – это ценный ресурс. Да, это сдают на переработку. У вас бесплатно его заберут, даже доплатят. Ну, да, естественно. У меня знакомые в Минске, даже в Белоруссии, это доплачивают, потому что, ну, приезжают, грубо говоря, на предприятие грузовик там раз в месяц или два, забирают эту упаковку и кидают на счет предприятия приличную сумму. Ну, в Большом Ашане-то нам каждый день, наверное, надо вывозить, там наберется. Каждый день, конечно, конечно. Я представляю, какие там объемы. Я был как-то вот в нашем Ашане, когда он еще был, Ашан, и, значит, там мне нужны были пустые коробки из-под бананов. Ну, вот идите туда там вот. А там огромные машины прессуют эти пустые упаковки. Ну, я взял сколько-то пустых коробок для книг. Книги надо было складывать. Ну, все. Так вот было дело. А потом появились в продаже эти упаковки для книг. Ну, так что я стал покупать в магазине. Ну, да, еще интересно, в Советском Союзе там, наверное, были эти многоразовые упаковки. Ну, типа такие коробки, да. Ну, коробки из-под яиц, по-моему, была оборотная тара вот эти, знаете, упаковки для яиц. Ну, для бутылок, для яиц. Да, деревянные упаковки, да, конечно. Деревянные ящики для стеклотары. Да. Ну, потому что это надежнее все-таки. Такая бумажная упаковка, это не очень хороша. Нет, мне кажется, просто вот этот вот упаковочный картон плотный, он требует какого-то более сложного производства и технологий, чем обычные вот эти ящики деревянные. Может быть. Поэтому, мне кажется, тут вопрос просто того, что в Советском Союзе не было таких мощностей промышленных для производства такого. Ну, да, это нужно было картон. Ну, да, это вот оборотная тара, да, была такая вот. Бутылки сдавали мы. Дело в том, что там со стеклотарой была такая, залоговая стоимость была. Вот те 12 копеек, что мы получали, а потом 20 копеек стало, это же была залоговая стоимость. А на самом деле бутылка этого не стоила. Это сейчас у вас в Европе, в Западной, там у вас, значит, каждая вот эта упаковочка, на ней штрих-код, и вы приходите в магазин, вставляете специальный приемник, и он вам потом чек выдает. Вот что вы сдали, значит, какую сумму. Ну, а сумма небольшая, но, тем не менее, на выходе в кассе, когда вы оплачиваете, этот чек вам зачитывают за, значит, тем самым, в оплату. Да, это, в принципе, здорово, конечно, но это удорожает. Кто-то сдаст, кто-то не сдаст, кто-то выбросит с мусором, да, и кто-то из мусора достанет, будет сдавать. А в Германии строгие законы, и поэтому вот ты безработный, безработный должен получать себе эту, как называется-то, ну, пособие. А, а ты, оказывается, на помойке собираешь бутылки и получаешь деньги, значит, ты не безработный, ты самозанятый. У них такие суровые, это же немцы, что с них сделай, возьмешь-то, да, вот такие вот дела. Ну, насчет бутылок, мне кажется, у них там просто есть, скажем так, экологические вот эти вот налоги на производство, вот это вот тары или импорт, если не производить. Поэтому производитель просто для себя приходит к тому, что ему выгоднее создавать вот эти вот боксы и оборот второй, чем переплачивать на пошлинах, либо на экологических налогах. Нет, там точно это включается в товар, вот эта стоимость, она возвращается. Да, но в целом эта практика, честно говоря, не очень. У нас, кстати, появилась практика продавать молоко, воду, еще обычную питьевую воду продают в твою тару. Что, мол, дескать, не засоряй планету, вот приходи со своей бутылкой, плати денежку и тебе наливают твои пять литров воды питьевой или кваса, или молока наливают, и все. Все эти неудобства, они, это все от бедности, потому что если человек имеет много денег, то он не будет просто заморачиваться, тратить свое время на все эти вещи. Он просто будет за это переплачивать. Ну, может быть. Может быть, может быть. Может быть, и от бедности, но на самом деле эксплуатация этого автомата дорогого стоит. Проще вам завести в магазин, упакованную уже, значит, в бутылке молоко или воду, а это куда-то эту машину заправлять молоком или водой, чистить ее каждый раз, да. Одно дело на молокозаводе все это там сделали, там простерилизовали, прочистили, а это вот стоит на улице, ее надо каждый раз ведь чистить, стерилизовать. Молоко-то ведь прокиснет, да. Ну, вот это целая песня. На самом деле это не очень дешево. Да, я согласен. Вот тут, кстати, в Польше я тоже видел, недалеко от моего дома есть парк. Тоже видно, что это чистая лады порфанации. В парке стоят фонари вдоль всех дорожек. И на верхушке фонаря, на столбе, там небольшая солнечная панель расположена, а за ней ветряк, еще небольшой пропеллер. И стоит вот штабеляетесь из столбов. Я вот смотрю на вот эти вещи, которые, конечно, дорогие, и думаю, это же сколько нужно платить рабочим крановщикам, чтобы он ездил, обслуживал каждый вот этот столб отдельно по всему вот этому парку или по паркам и так далее. То есть какая тут будет переплата и перерасход ресурсов просто ради того, чтобы у нас энергия добывалась вот воздухом и солнышком. Хотя в нормальных этих условиях, если нам нужен ветряк или панель солнечная, то их нужно группировать, чтобы снизить расходы по трудозатратам их обслуживания. Если вы их разбрасываете везде, это же сразу у вас экспонент обслуживания по трудозатратам идет вверх. Это страшные расходы. И вопрос, выгодно ли это вообще. Тем более там эти ветряки небольшие, там одна с ними морока, я не представляю, там пользы никакой почти. Примет там их смазывать маслом, обслуживать этот генератор и так далее. Короче говоря, это чистая вода и пиар-ход для парка. Вряд ли там есть какая-то полезность, вот прям польза-польза экономическая. То, что мне нравится в Польше, что здесь не заставляют сортировать мусор, поэтому можно просто спокойно мусор в мусорку выбросить и все. Это прям большой плюс, потому что я страшный противник сортировки мусора. Я как-то вам уже рассказывал, я считаю, что люди готовы и могут переплатить 1 евро или 1 доллар в месяц за то, чтобы их 4 ведра мусора сортировали на мусоросортировочной станции где-то там, а не их заставлять это делать, чтобы это копилось, чтобы пахло в квартире, в доме, и чтобы он европеец зарплатой 4 тысячи евро, агрызки распределял по пакетам. Да это просто смешно. 1-2 евро он спокойно заплатит, пусть это делает какой-то мигрант на соответствующей фабрике, но это не его. Это как бы логично. Но государство решило, что миллионы людей, даже миллиарды, должно заниматься вот этим сортировкой мусора. Это по абсурдности все равно, что заставить людей ходить в кафе со своей кружкой. Ну, это же неудобно. Зачем заставлять людей это делать? Есть же специальные люди, которые там посудомойки в кафешках, они вам помоют кружку и предоставят. Ну, а если вы везде со своей кружкой, то это будет замечательно. Не нужны будут посудомойки, посудомоечные машины. То есть в кафе сразу уменьшается объем, работа, потребление воды уменьшается. Вы пришли со своей... Ну, вообще, это можно тогда одноразовые просто посуды делать и все. О, это все. Это экологический урон. Вот экологи решили, что одноразовая посуда – это экологический урон. А бумажную посуду тогда одноразовую, она вроде бы гниет там у вас. А то, что людям многоразовую посуду нужно проточной водой мыть, и это тоже урон тогда экологии, потому что воды больше расходуется. Об этом экологи не подумали. Им нужно многоразовое. Ну, не экологи зеленые. То есть экологи – это как понимаете. Зеленые, зеленые. Они просто там требуют чего-нибудь. Ходят чего-нибудь, обливают какие-нибудь картины. Чего они прицепились к картинам обливать теперь? Им вроде за это ничего не делают, кстати говоря. Глядя на них, значит, у нас, значит, суд оправдал одного человека, значит, некий охранник в Екатеринбурге, в музее, на полотне ученицы Малевича. Ну, знаете, у Малевича такие есть картины, там, крестьяне, там, без глаз, без носа. Он авторучкой пририсовал глазки и носик. Ну, ему сначала там дали какой-то срок и штраф, а потом суд его оправдал. Все. И так до сих пор висит, там они попытались убрать это глазки и носик, но так, если приглядеться, видно и глазки, и носик. Суд оправдал. Ну, тут в Германии недавно случай произошел, когда зеленые на каком-то автосалоне Фольксвагена приклеили себя к стенду Фольксвагена вокруг машины, где дизельный мотор. И этот, как его. И их физически не выгоняли, потому что это вредит имиджу компании, естественно. Они приклеили. Компания Фольксвагена поступила проще. Она просто в здании, где эти люди приклеили себя, выключила отопление. В итоге им стало так холодно, что они вызвали спасателей, чтобы они их забрали. Вот, кстати, по поводу экологии. Тоже в Польше один недостаток. Это чисто, наверное, европейская фишка. Она не связана с правительством Польши. У них мусорные пакеты дорогие. Вот мне это, как бы, очень сильно раздражает, что я вынужден платить довольно много. Грубо говоря, вот упаковка пакетов, один пакет на 45 литров из этой упаковки, один пакет, стоит на ваши где-то 15 или 20 рублей. Ну, значит, упаковка в 10 пакетов стоит, значит, 150, да? Да, да. Примерно так у нас, наверное, все это стоит. Примерно. Хотя нет, все-таки дешевле, чем 15 рублей. Ну, я помню, в Беларуси точно было дешевле в раза три. Просто в раза три. Да, это дешевле. А тут ты покупаешь упаковку мусорных пакетов и платишь несколько долларов. Это прям сильно выбивается из общей картины цен в Польше. Прям совсем-совсем дорого. А обычный пакет, в который упаковывают еду, а он бумажный, да? Тоже примерно так стоит. А, имеете в виду обычный пакет? Ну, который для упаковки еды. Тоже так же стоит, да? Мусор-то... Целлофановый маленький. А? Маленький целлофановый, да? Не-не, большой, которым входишь в магазине. А, ну да, он стоит как раз обычно. У нас тоже он столько стоит. Ага. Ну, тогда вот в него мусор и складывать. Ну, он типа биоразлагаемый. Он там в аду не может держать нормально. Поэтому... Чего не может держать? В воду? Влагу, да. Серьезно? Ну, тут такие пакеты, они типа полубумажные, или как они правильно называются. А, нет, на самом деле вот биоразлагаемый – это полиэтилен, смешанный с тонко помолотым чем-то органическим. Да, есть такие. Там, например, крахмал, например, значит, бумажная. Ну, не бумажная, а деревянная пудра такая вот, мелко измельченная. Ну, в основном в магазинах именно бумажные пакеты. Ну, да, бумажную бумагу не держишь. Да, я хожу в Клоуфангер, это немецкая сеть, там бумажные пакеты, и, естественно, там могу только сухой мусор какой-то складывать. Ну, да. Я, который мусор горит, сжигаю. У меня печь для сжигания мусора есть. О, это вообще сразу. Там почти весь мусор можно сжигать в этих печах. Не, ну, как, это почти-то не весь, конечно. Ну, как, весь не сожжешь. Ну, хотя, да, полиэтилен можно тоже сжигать. Ну, смотрите, основная масса мусора в целлофановых этих пакетах, которые я выношу, это упаковка в основном. Да, да. От всего. Конечно, эта упаковка горит прекрасно. Если бы я ее сжигал на месте где-то, то у меня бы тут, там только органика может, да и ту органику горит асаму смынуть. Ну, да. То было бы здорово сжигать-то. В старое время, когда было печное отопление-то, мусора практически не было, все сжигали. Ну, тогда, правда, не было одноразовой упаковки, с другой стороны. В старое время просто мусор использовался для чего-нибудь. Ну, да, бумажные сжигали. Ну, какая грязная бумага, в которую была завернута колбаса. Ну, куда ее? Писать письма, что ли, будешь? Нет, сожжешь. А шла на распалку бумага вся, конечно. Топили печку, готовили на ней еду. Красота была. А сейчас вот кошки, вот, пожалуйста, вот они ходят тут, нос ворочат. Им давай пилеты нужны им. Угу, да. Чтобы они их в них... У вас уже, говорят, зима наступила, да? Да, у нас снег лежит уже несколько дней, видимо, таять не собирается. Но вам-то еще далеко до зимы, наверное, да? Ну, у нас уже тоже заморозки, и тоже выпадал снег в Варшаве. Снежок такой небольшой. Так что в этом мы похожи, конечно. Ну, мы перешли на благородные, так сказать, разговоры, так сказать, на британскую вежливость о погоде, да? Не правда ли сегодня прекрасная погода? Ну, подводим, подводим черту, да, на этой ноте. Подводим черту. Ну, спасибо вам большое. Тут чего-то ко мне пришел ласкаться Лившиц. Это кота зовут Лившиц. В честь автора Ландау. Ландау не пришел ласкаться, а Лившиц пришел ласкаться. Иди, полежи там вот. Лившица. Да, такие вот дела. А Ливенбук захворал чего-то, не ест сегодня. Ну, беда-то какая. Надо будет лечить его сегодня. Они с ним будут есть, вечером повезу в больницу. У вас там прям целый научный симпозиум. Да, да. Один только, так сказать, Тиграша из всего плана выбрался. Тиграша, Паучок. Он вообще другой. Паучок, Рагнарек. Ну, тоже такое мощное. Рагнарек. Все-таки. Служивающий персонал. Да, да. Не, ну, Рагнарек – это конец света у этих самых, у скандинавов. Так что это что-то страшное на самом деле. Вот такие дела. Ну, вот, спасибо вам за проповедь экономическую, скажем так. Вот мы ее заслушали. Вот это я вот так это воспринимаю, как, знаете, вот, ну, священник проповедует что-то такое. Ну, он в этом понимает. А мы просто слушаем проповедь. Это вот когда студенту профессор рассказывает, это вот он должен научиться, выучиться. Потом с него профессор спросит. А за проповедь спросят потом, на том свете. Как ты там понимал эти проповеди, да? Вот. Так что и здесь тоже за вашу проповедь спросят нас потом. Но не на том свете, правда. Мы живем в эпоху перемен, как вы сказали. Ну, я мог бы резюмировать по поводу стабильности. То, что не нужно воспринимать стабильность как панацею и цель, потому что нестабильность, ну, перемены – это является способом исправления текущих ошибок. И если вы не исправляете ошибки, то вот эта стабильность, которая у вас сохраняется, она накапливает ошибки. И таким образом ваша система становится все менее эффективной, и вы получаете в конечном итоге меньше благ. Причем, конечно, даже если вы можете быть бенефициаром системы, то все равно из-за падения общего уровня жизни вы тоже будете получать, скажем так, не так много, как вы могли бы получать. Поэтому нельзя во главу угла ставить стабильность. Это очень опасное заблуждение о том, что стабильность необходима и является какой-то там целью и благополучием для системы. Это не так. Ну вот, так сказать, марксисты любили такое выражение – революция – это праздник истории. Но на самом деле вот такие вот перемены – это тоже повод половить рыбу. В мутной воде есть такой идиоматический оборот. А с другой стороны, это ведь, ну как сказать-то, действительно, 90-е годы – это праздник был такой. Все время что-то менялось, это было здорово. Новые возможности открывались, другие закрывались. Ну, только успевать шевелиться и поворачиваться было. Сейчас-то уже скучнее. Сейчас олигархи там что-то решили, нас не спросили. А раньше мы сами принимали решения, а олигархов еще не было. Ну, я, да, тоже обратил внимание, что в 90-е годах больше всего претензий у людей именно тех, кто в 90-е годах пытался жить стабильно. По старому. Я пошел на работу, мне, чтобы заплатили зарплату, я пришел домой и смотрю по телевизору, значит, следствие ведутся на такие. А тут у меня это следствие ведутся на такие, кругом меня в жизни, вот, а зарплаты нет. Вот что делать, да, понимаешь? И при этом человек продолжает стабильно ходить на работу. Не платят зарплату по полгода, по год. Он продолжает ходить. Как шутил этот, как его, Жванецкий или кто ее не помнил, что надо брать сплатный вход, тогда перестанут ходить. Ну, это да, но понимаете, как это вот в больших городах было много возможностей, а какой-нибудь поселок, в котором городообразующее предприятие, да еще оно производит такую продукцию, что на базаре не продашь, да, ну, если завод делает там, не знаю, автомобильные шины, но это хоть как-то можно реализовать, попробовать. В конце концов, где-то зарплату выдавали автомобильными шинами, да, а вот на одном заводе выдавали зарплату танками, правда, игрушечными. Они их в Москву привозили в рюкзаках и в Москве продавали около этого самого, напротив главного телеграфа, нет, главпочтамта, напротив главпочтамта продавали танки. Ну, представляете, как здорово, приезжаешь, покупаешь танк, вон так заводной такой, зарплату выдавали танками, но они дорого стоили, так что там, да. А, однажды я так фотоаппарат купил, кому-то зарплату выдали фотоаппаратами, да, вот купил, хороший был фотоаппарат «Зенит», это еще те времена были, вот, зарплата фотоаппаратами. Ну, я помню тоже у нас в моем родном городе, где был единственный в Советском Союзе завод оптического станкостроения, так назывался, единственный был на весь Союз, и его построили как раз, как раз перед развалом, то есть буквально вот за год. Так вот, там в 90-х производили очень крутые бинокли и телескопы, очень крутые. Вот у нас маленький город, типа там население, бедные 90-е годы, заходишь в местный универсант, огромные эти штабеля пустых полок, ну, у нас, говоря, еще советский такой строй был в 90-х, больше. Стоят вот эти пустые полки, и все полки в этих биноклях, крутых, крутых биноклях. Если бы, скажем так, ну, были бы деньги, я бы там покупал бы их и перепродавал бы, потому что сейчас хороший бинокль стоит. Чехкратные, нет? Ну, там были длинные, длиннофокусные такие, с большим увеличением, были короткие, маленькие, компактные, всякие были. Просто бинокль хороший, стоит хороших денег. Я знаю, что у вас замечательный прицел сделали для карабина Симонова, а такой замечательный, что его даже в американском фильме показали. Фильм назывался, как это называлось-то, «Безумный Макс», «Безумный Макс», вот это подчастие. Там фигурировал карабин Симонова с этим прицелом. Я сначала подумал, что это просто голливудские вот эти мастера, что-то такое придумали, он какой-то очень большой, навороченный. А показалось, нет, это у вас, значит, делают БелАМО, белорусское, значит, оптико-механическое объединение, вот делают такой прицел для Симонова. Это, видимо, где-то в Минске, это где-то в Минске. Наверное, да, но вот это вот ваш белорусский попал даже в голливудский фильм. Вот так вот. Ну, у нас, опять же, если говорить про этот завод, то его не продали в 90-х годах японцев, хотя японцы там «Банасоник» хотел купить. В итоге завод, естественно, пришел в запустение, и вот сейчас, в 20-е годы, он полностью закрыт, вместо него строят торговый центр. Ну, на его здании вот это. Ну, японцы, наверное, там что-нибудь производили бы. Это 100%, потому что именно у «Панасоника» тогда был выбор либо свое производство оптики делать, либо продолжать коллаборацию с немцами. Этот «Карл Цейс» и этот, как он назывался, «Лейка», по-моему, да? Ну, «Лейка» – это название фотоаппарата, да. Ну, «Карл Цейс» и «Ена» вообще правильно-то. Я просто не помню эти компании, которые оптику… «Карл Цейс», да. «Лейка» – это название камеры, она до сих пор существует, развивается, эти «Лейки» есть. А так вообще классическая «Лейка» – это «ФЭТ-1», да, еще тот старый «ФЭТ-1», который у нас скопировали в Харькове на заводе имени товарища Дзержинского. Беспризорники стали выпускать эту «Лейку», и она оказалась отличной, не хуже немецкой. Представляете, это «Беспризорники», которые вот… Их воспитывал этот самый такой в очочках Макаренко, Макаренко, Антон Семенович Макаренко их воспитывал, вот они делали «Лейку». Сравнивал их, эту «Лейку» с «ФЭДом» Папанин, когда на льдине был. Ну вот, говорит, «Лейка» отказала, а «ФЭД» продолжал работать. Вот наши «Беспризорники» сделали крепче, чем немцы. Вот такие дела. Ну, может, Папанин приврал, может, «Лейка» тоже работала. Кто ее знает. Если напечатали в газете «Правда», то, наверное, да. Да, наверное. Ну, по крайней мере, похвалил. По крайней мере, она действительно хорошая «Лейка» была, да. Ну, ей всю войну снимали, между прочим, «ФЭДом»-то этим. Вот эта вся военная кроника, это «ФЭДом» снимали. Просто, насколько я знаю, по крайней мере, именно в смартфонах многие производители ставили акцент, ну, это в десятые годы еще было, что у них оптика от «Лейки» стоит. И, видимо, поэтому у «Лейки» свое еще какое-то производство оптики. Да, наверное, да. В смартфонах там, да, объективчики, конечно, еще те. Малюсенькие, малепусенькие. А, ну, хотя он сам-то малепусенький, а сама чувствительная поверхность тоже малепусенькая. Она тоже меньше, чем... У нас-то пленка-то была там, вот, помните, 35 миллиметров, по-моему, пленка была. Ну, конечно. Там поверхность сенсоров, смартфонов мизерная. И, собственно говоря, это главная проблема смартфона. Главная, конечно. Хотя сейчас они уже хорошо делают. Я буквально недавно смотрел обзор сравнения фотоаппарата как раз Panasonic, где размер матрицы был, по-моему, одна седьмая, ну, от полноразмерного. Это считается большим размером, ну, приличным, нормальным. Это большой размер, да. И у этого, у смартфона там какой-то крутой флагманский аппарат. И качество, в принципе, одинаковое. Единственная разница, конечно, в том, что в темное время суток меньше сенсор, гораздо меньше света получает. И поэтому темнее, конечно, фотографии. Я вот как-то одно свое видео записал с помощью смартфончика этого. Ну, я не знаю, правильно я называю его смартфоном. Ну, вот это такой вот телефончик. Я на него такси вызывал только раньше умел. А сейчас еще снимать могу видео. Ну, получилось неплохо. Качество хорошее. Звук пишет, все делает. Так что зачем нужны большие камеры, которые еще потом что-то с ними лепить? Какие бы смартфончики до 30 лет назад, да? Цены бы не было. Цены бы не было, да. Ну, 30 лет назад их не было. 30 лет назад другая была жизнь. Смартфонов не было. Такие вот дела. Ну, вот поговорили о жизни и о смартфонах, и побрежали немножко. Что-нибудь хотите добавить-то еще? Ну, все, собственно говоря. Пойду обедать. А, ну, приятного вам аппетита. Как по-польскому приятного аппетита-то будет? И вот я никому не желал. Никому не желаете приятного аппетита, чтобы не поправлялись? Понятно. Ну, они говорят «пшепрошу», это имеется в виду, что «пожалуйста». Да, «пшепрошу» пана до кобыла, да, понятно. Да, да, да. Да, ясно. Ну, спасибо, пан. Всего доброго. Да, публика, поддерживайте нас лайками, репостами. И самое главное, присылайте мне ваши, так сказать, гроши, да. Вот. Ну, такие дела. Ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok